На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Мозырская славя продолжает готовиться к старту чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Подопечные Михаила Мартиновича проведут заключительный учебно-тренировочный сбор с 3 по 17 марта в турецком Белеке. На этот период у команды запланированы пять спаррингов. 6 и 9 марта мазыряне встретятся с украинскими Рухом и Волыньем. 13 марта они проведут матч с норвежским футбольным клубом Брюне. 16 марта мазыряне ожидают сразу две игры. На них встретятся с командой Калуш из Украины и футбольным клубом Дордо из Бишкека. В это время ожидается приезд футболистов на просмотр. Напомню, что славя стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мазыряне сыграют в гостях с Динамо Минск. В эту субботу гонболистки Гомеля встретятся с испанской Ракасой. Гомельчанки уже прибыли в Гран-Канарию на матч Кубка Вызова. Первая встреча одной четвертой финала пройдет 2 марта в 23.00 по белорусскому времени. Ответный поединок состоится 9 марта в Гомеле на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. Команды уже встречались в сезоне 2013-2014 годов. Тогда их противостояние завершилось в пользу испанок. В гостях гомельчанки проиграли 30-20, а на домашней арене сыграли в ничью 26-26. Напомню, что в одной восьмой финала Кубка Вызова гомельчанки дважды переграли хорватскую Коку 30-18 и 32-23. А испанская команда была сильнее турецкой Анкары 33-23 и 24-22. Олимпийские дни молодежи по прыжкам на батуте завершились в Витебске. В личном первенстве среди юношей победил Даниил Волынцев. Кроме золотой медали на этом турнире он завоевал и лицензию на участие в чемпионате мира, который пройдет в Токио. В синхронных прыжках серебряными призерами стали Кирилл Тихонцов и Иван Мельников на счету гомельчан и бронза. Ее завоевала команда девушек, в составе которой Виктория Галузина, Алина Белик, Дарья Дроздова и Арина Грапова. Турнир по мини-футболу среди детей памяти Олега Сапожникова прошел в Мозыре. За главный трофей боролись 11 дружин из Светлогорска, Калинковича и Бобруйска, Могилева, Жлобина, Лунинца, Мозыря и Рогачева. В матче за золото встречались хозяева соревнований команда Полесья и воспитанники Рогачевской и США номер один. Мозыряне с первых минут взяли игру под свой контроль и с попеременным успехом сохраняли лидерство до конца поединка. После финального свистка на табло горели цифры 4-3 в пользу Мозырян. Замкнула тройку лидеров Бобруйская Белшина-1. Гомель примет Кубок Полесья по киокушинкан-карате. В областном центре встретятся бойцы в возрасте от 8 до 45 лет из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Среди участников победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Состязания пройдут 2 марта во дворце игровых видов спорта. Начало в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.